Я очень рад видеть вас, братья мои, сестры. Я здесь в церкви, чувствую восторг, Дух Святой наполняет мое сердце, чувствую присутствие Божие. В Библии написано есть, что Дух Святой не оставляет нас сиротами, Он всегда с нами. Я никогда один не буду, Он всегда с нами всеми. Какой сегодня день праздника? Христос въезжал в Иерусалим. И народ радовался, возвлековал в этом въезде. И мы тоже должны радоваться, нам нужно развиваться в этой радости, развивать ту радость наполняющую, прославлять Господа. И будем прославлять больше и больше, и радость нас будет наполнять. И я хочу поделиться словом. Тема моей проповеди – «Тайны сердца». Прочитаем 1 Коринфянам 4 глава с 1 и 2 стихи. Каждый из нас должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным. Смотрите, что в Библии пишет нам. Павел советует, пишет, объясняет, что сердце своё мы должны устроять, хранить верность Богу. Что уходит туда? Мы должны любовью наполнять сердце, сохранить эту любовь. Мы должны её не раскидаться, как бы не выбрасывать её, но сохранить, чтобы она постоянно наполняла сердце наше. Какую тайну домостроительства значит всё это? Я размышлял в сердце своём. Если в моём сердце любовь, она действующая, и когда где-то какой-то конфликт возникнет, наше сердце раскрывается, и эта любовь, она уходит. И мы чувствуем, что как бы недостаточно, ты не можешь при конфликте любить. И терпения нету. И то, что должно быть в сердце, хочу, чтобы мы строили свой дом духовный и сохранили эту любовь. Притчи прочитаем. Одиннадцатая глава, стих тринадцатый. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Соломон объяснял это, что человек, который не умеет, не умеет хранить тайну, он открывает своё сердце и вот это, вот это урослевает эту любовь. Любовь, которая, любовь Господню мы должны хранить, чтобы ничего не осуждали, не клеветали, чтобы мы не открывали своё сердце для вот этого нехорошего. Помните историю Старого Завета? Языки Иль. Он был, управлял израильском народе. Но он очень любил Бога. Он старался исполнять все законы, правила, заповеди. И народ он удалил все статуи, всё убрал. Получилось, царь вначале решил, когда Езеки, 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 я извиняюсь, да, Езеки, когда Бог его исцелил от болезни, он пригласил к себе из Вавилона и показал всё, что он имел, всё своё богатство показал. Он открыл всё. А когда пришёл пророк Исаия, он прямо ему говорит, ты пригласил, показал всё это, время будет, когда придут, всё у тебя отнимут. Когда мы показываем на показ всё из своего сердца могут нас обобрать. Я вспомнил недавно, неделю назад, мы поехали с Пинска в Гомель, в поезде, поездом ездили. Я ночью сплю обычно очень хорошо, то не могу уснуть ночью. И я решил молиться, размышлять о Боге, о Господе размышлял, молился, но спать не мог. Уже час прошло, два прошло. Чувства начинают засынать. И вдруг неожиданно как бы вышел из себя. И поднимаюсь, поднимаюсь вверх, вижу такую красоту. Жёлто, голубое. Ну, описать невозможно такую красоту. И всё. Я стою, смотрю, очередь, большущая очередь, людей. Разные нации, и чёрные, и жёлтые, разные люди. Когда я приблизился, я хочу спросить, спросил, чего вы стоите? А мне ответил человек, я очень переживаю, уже приближается суд господин, я сильно переживаю, а почему ты знаешь, что это суд? И он ответил, посмотри на меня, на мою одежду, посмотри, она вся в дырках. И он признался мне, что я очень часто осуждал людей. людей. И вот Господь показал, я удивился, что Дух Святой, и Дух Святой сказал мне, чтобы мы не судили, чтобы не были холодные, чтобы мы не судили друг друга, потому что судить невозможно. Суд совершает только один Господь, поэтому Бог говорит, чтобы мы не судили никого. Дух Святой очень сильно ревнует за нас. Дух Святой хочет, чтобы мы наполнялись им, чтобы мы ревновали о нем. И я проснулся. И вот эта тема тайна сердца нашего мы должны сохранить, чтобы мы потому что когда мы начинаем судить, мы открываем свое сердце, где исчезает, когда исчезает эта любовь. притча притча 25-я глава 20-й стих. Извиняюсь, второй стих, 25-я глава 2-й стих. «Слава Божия облекать тайною делу, а слава царей исследовать делу». Мне этот стих очень нравится. Например, «Слава Божия», что это? пример такой. Бог знает будущность. Для него все открыто. А люди, мы люди, мы только исследуем, что разбираем это дело. Правильно, неправильно. А Бог знает всю будущность. Он все тайны знает. А как мы можем исследовать, читая Слово Божие? И Бог нам скажет. Разбирай, старайтесь читать, старайтесь исследуйте и храните сердце свое. Иисус что сказал? Седьмая глава Матфея. Иисус сказал, не судимы друг друга, не судите и не будете судимы. Вот и заповедь Господня, любите друг друга. Еще притчи Соломона. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайны сердца своего. Поэтому давай не будем терять. Держитесь духовно, чтобы Дух Святой нас вел. и последний стих. И последний стих. хранящий 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 таинство веры в чистой совести. Бог Бог да благословит вас. Сохраните духовные тайны, не судите друг друга. Христос да прославится вас и благословит. И мы сейчас споем песни с глухими.